А Мичка требует запретить ставить детям манту. В интернете появилась петиция, в которой женщина требует, чтобы Минздрав обратил внимание на этот опасный, по ее мнению, метод диагностики туберкулеза. Автор обращения настаивает, чтобы медики проверяли детей по-другому. Почему родители отказываются от проб манту и действительно ли они опасны, расскажет Ахмин Атынысова. Полина Горящникова за безболезненное, эффективное и бесплатное выявление туберкулеза у детей. Женщина создала петицию, которую подписали почти 400 человек. А Мичка, у которой двое детей, требуют отказаться от пробы манту и включить альтернативные методы выявления опасной болезни в полис ОМС. По мнению Полины, основной метод профилактического исследования опасен, так как в организм детей вводят вредные вещества – туберкулин. Его надо заменить. Например, у детей до трех лет брать анализ мочи или слюны. У остальных – кровь из вены. Но такие анализы стоят денег – от трех до шести тысяч рублей. У нас было осложнение, у нас была температура. То есть, когда мы манту поставили, состав манту очень сложный и очень неизвестный. Неизвестно, как на организм влияет. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все-таки альтернативные методы у нас внедрили. И были эти безопасные методы и бесплатные. По словам женщины, когда она отказалась от пробы манту, ее с ребенком отправили к фтизиатру в туберкулезный диспансер. А это тоже опасно, считает Амичка, так как повышается риск заразиться от других пациентов. Врачи с молодой мамой не согласны. С большей вероятностью заразиться можно в общественном транспорте или в подъезде. А в медицинском учреждении постоянно работают бактерицидные лампы. Но если уж совсем страшно, то достаточно надеть маску. Кроме того, туберкулин – это, по сути, консервант мертвых бактерий, которые не способны стать источником болезни. Они входят буквально в микродозах, микрограммах. И если так ориентировочно получить, то раз в пять ребенок иногда получает больше этого вещества. С приемом, допустим, яблока, с приемом даже каких-то мясных продуктов или каких-то консервов даже детского питания. Потому что это обычные консерванты. Поэтому для организма они абсолютно безвредны. Причем они вводятся не в кровь, а внутрикожно. Поэтому всасывание вещества в детский организм – минимальное. Такой способ выявления болезни выбран не случайно. Анализ мочи, например, покажет, если туберкулезная палочка в почках, а слюны – в легких. Но болезнь может поразить любой орган. Поэтому пробы МАНТУ – это универсальная диагностика всего тела, которая показывает, есть ли вообще у ребенка в организме инфекция. Тахминат Нысова, Юлия Боброва и Антон Щетини. Новости здесь, Омск.